да конечно культурная столица все кто подписан на меня в instagram и внимательно следят за моими stories знают что я частенько вас спрашиваю про вашу мечту и вот на очередной мой вопрос мне в личку написал парень по имени федя с таким вот сообщением это может показаться странным но мне 29 лет и я мечтаю о татуировки на всю руку я же подумал что в этом нет ничего странного неважно сколько тебе лет неважно какая у тебя мечта главное что ты безумно этого хочешь и поэтому я списался с федей буквально через пару минут он должен подъехать и знаете что мы пойдем его прокачивать это новый выпуск шоу жизнь на прокачку меня зовут александр жучкин обязательно обязательно ребят ставьте лайк этому видео чтобы поддержать меня пишите вашу мечту в комментариях ну а я прямо сейчас пойду и прокачаю феде вот так вот всяк за просто возьму и прокачаю чем не стоит-то привет крутая у тебя тачка это мустанг давай может быть вместо татухи я лучше прокачаю твою тачку нет ну да такая тачка стопудово одна в городе если это видео наберет очень много лайков я тебе короче следующем выпуске еще и тачку прокачаю согласен ну давай если это видео наберет то прям там 20 тысяч лайков стопудово я буду прокачивать твою тачку федь ты понимаешь что твоя мечта вот буквально через пару минут уже начнет осуществляться я не не приходит осознание того что это будет ну ладно потерпи потому что вот-вот мы уже начнем ее исполнять то что тату салон находится здесь мы находимся здесь разделяет нас буквально один километр короче не будем долго ждать и погнали прокачиваться глуши свою тачку и полеслась татуировка это круто просто у всех есть татуировки там брен просто хочется отличаться чем-то друг от друга вот и все хочется какой-то что-то увековечить на себе что-то интересное чтобы что-то показывала индивидуальность не только твою внутреннюю но и внешнюю федя хочу тебя познакомить с кристиной это самый крутой тату мастер санкт-петербурге и кристина с чего начать татуировку для фиги так покажи пожалуйста у тебя есть какие-то идеи что ты бы на самом деле как таковая идея у меня уже в принципе есть я тебе просто покажу а ты скажешь насколько это возможно так мы не будем конечно копировать эскиз из интернета создадим сейчас что-нибудь свое прямо на ipad это все да да прямо на планшете мы сейчас отрисуем эскиз и будем начнем нашу работу в мое время не было такого мне вот на бумажке все рисовали там за неделю мы возьмем лицо геракла из твоего эскиза добавим тигры и внизу для начала сделаем птицу это будет вариант на плечо федя последний ключевой вопрос ты хоть понимаешь что это были на всю жизнь и тебе с этим всегда ходить да и окей погнали тогда и 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 то Чё-то не так смешно уже. Нет, реально не прикол, вообще не прикол. Это больнее, чем я думал, в принципе. Я думал, это так чисто лайтовенько, так простенько, так раз-раз-раз как карандашиком нарисовали, а нихрена, это довольно больный бренд. Вообще по образованию я электромонтажник. В принципе, сейчас этим занимаюсь в частном порядке. Работаю в организации, плюс работаю на себя, занимаюсь всем тем, что связано с электричеством. Дело не в какой-то материальной составляющей, желании. Желание это есть и возможности в принципе тоже, но всё время откладывалось на потом. Не было вот этого вот главного стимула, который бы толкнул тебя пойти и сделать. И вот в формате этого шоу, в принципе, вот этот толчок, который даст движение к осуществлению мечты. И это самое ценное в этом. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я очень сильно прошу вас поддержать меня лайком и подпиской на канал, потому что я стараюсь для вас снимать крутые видосы и поддержка каждого для меня очень важна. Салют, сегодня второй день прокачки. Федя ждёт меня уже здесь и сейчас я узнаю, как он себя чувствует после первого сеанса. Салют, Федя. Привет, Саш. Ну что, расскажи, как у тебя заживает татуировка? Какие ощущения у тебя после первого сеанса? Слушай, на ощущениях, в принципе, было довольно больно первый раз это всё набивать. А так заживает она идеально. Я, в принципе, всем рекомендациям следовал. Чем ты натирал, чем намазал? Салом, да? Нет, салом не стал, стал мазать бипонтеном и пантеном. Ага. Вот, и вообще никаких проблем, никаких раздражений, всё отлично заживает. В курсе, что тебе сегодня ещё 4 часа будет много? Я готов, ты смотришь. Плакать не будешь? Постараюсь, но всё полетели. Ну что, Федина, татуировка закончена. Сегодня последний день съёмок. И мне самому, если честно, не терпится посмотреть, что же получилось. Погнали быстрее, блин, я уже не могу. Я понимаю то, что бить рукав за неделю – это сумасшествие. Но это у людей месяц уходит, мы тут за неделю решили всё это сделать. Ну, очень масштабная работа, очень большая, очень красивая получилась. Мы делали 4 сеанса, по 6-7 часов каждый сеанс. Это самый быстрый мой рукав у всех, которые идут. Да. Возможно, это самый быстрый рукав в мире. Вообще история такая, то, что я наткнулся в интернете на подобную татуировку, захотел её повторить. Мы кое-что добавили своё, то есть теперь это полностью авторская работа, она не скопирована ни с чего. Тема у нас была «Древнегеретические боги», «Геракл», «Мифы», «Подвиги». От себя мы немножко добавили фона, часы. Опять же специально сделали, чтобы были не римские цифры, а греческие, искали шрифт. Вообще, когда мы только начали бить, мы анестезию не стали использовать. То есть посмотреть надо было, какой результат будет, когда мы начнём бить, как это будет заживать. Первый сеанс был вообще без анестезии. Но когда мы начали второй сеанс, уже было очень тяжело терпеть боль. Мы уже начали пользоваться анестезией. Вначале Федя держался, он красавчик. Я видела, как ему было больно, но он терпел. Но потом мы начали использовать бейсбол, чтобы помочь ему. Всё равно было больно, но Федя вытерпел. Всё, результат стоил ожиданий. Мне до сих пор кажется, что я как-то до сих пор, ну, то ли отчасти дело сплю, или мне это мерещится. До сих пор не верю, что, в принципе, эта мечта, которую я хотел, она исполнилась. Если у вас действительно интересная мечта, попробуйте написать Саше. Я думаю, он вас обязательно услышит, и ваша мечта сбудется вслед за моей. Ладно, ребят, я поехал маме татуировку покажу. Надеюсь, она меня не убьёт. Всем пока. Друзья, большое спасибо за просмотр. Не забывайте, что у меня есть такие соцсети, как Инстаграм и ВКонтакте. Там я с вами общаюсь, там я практически каждому отвечаю. Ну, а с вами был Александр Жучкин. Пишите свои мечты в комментариях, и, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Федя, тормози! Если вы хотите татуировку, пишите мне в Инстаграм. Можете приходить просто к нам в студию. Обсудим татуировку, легче говорить с человеком всё-таки. Лично, чем через личные сообщения, чем в интернете общаться. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok